Девушки отдыхают Мы сегодня будем говорить о здоровье, кстати, будем говорить, да, о коронавирусе и о том, какие меры предпринимаются в нашем регионе для защиты жителей. Ну, фактически, накануне стало известно о том, что есть некое письмо от нашего регионального министерства экономического развития и поддержки предпринимательства в адрес, прежде всего, торговых организаций, которые работают напрямую с покупателями, с горожанами. И в очередной раз торговым организациям напомнили о том, что они имеют право требовать от посетителей, от покупателей ношения масок и соблюдения масочного режима. Мы все это наблюдаем во всех магазинах, на дверях, и не только в магазинах висят вот эти вот объявления о том, что в Киевской области введен масочный режим, значит, пожалуйста, маски и перчатки необходимы. И если в масках еще можно видеть людей, то редко, но можно. В аптеках я часто встречаю, кстати, людей в масках, чаще, чем в магазинах продуктовых, вот, то в перчатках-то я вообще никого не видела. Ну, уже, видимо, считается, что достаточно руки помыть, вот, а с дыханием пока непонятно, что делать, какие есть у нас тут альтернативы дезинфекционные. Но, вот, помнишь, делали когда-то эфир по поводу тоже штрафов, полиции, когда все только-только начиналось. И тогда, по-моему, бизнесу сказали, что, ребята, вы отвечаете это только за своих сотрудников и оставьте клиентов в покое. А сейчас, как я понимаю, ну, то есть не то, что оставьте их в покое, а мы вас наказывать за это не будем, вы и так бедненькие у нас тут. И так пострадавшие. Да, вы ущемленные. Ну, бизнес, на самом деле, можно понять, потому что никто не понимает, вот, вчера, с кем мы общались, да, и кого собирались подключать, никто не понимает, как себя вести в ситуации, если, как бы, покупатель говорит, нет, я не надену маску. Причем они делают уже достаточно много, везде висят эти санитайзеры, маски, там, ну, в гастрономах предлагаются. Что еще правда? Нет, ну, вот то, что мы видим, нам приводят все в пример, ну, тут чего скрывать, да, есть ли Руа Мерлен, куда не зайдешь без маски, просто не зайдешь. Ну, далеко не каждый продуктовый магазин обычный может себе позволить обеспечить, ну, вот так. Ну, действительно, я вот про свой опыт в Москве, я хочу рассказать, была там в августе, и буквально, вот, власти местные решили, там, за один-два дня все, там, магазины, ну, торговые центры, я, правда, не ходила по гастрономам, ввели обязательные требования маски, причем, ну, тебя либо не пускали вообще без маски и без перчаток, без перчаток в отдел, либо ты подходил, обойдя весь прекрасный этот отдел, выбрав себе что-нибудь, да, тебе говорили, наденьте перчатки, ты надевал перчатки, и тебе пробивали там, вот. Только так, понятно. Но зато это было как-то, ну, дисциплинированно и разом везде сумели сделать. Сейчас узнаем, как у нас в Кире, у нас, насколько я понимаю, в конце прошлой недели прошел рейд, сотрудники полиции, сотрудники Роспотребнадзора ездили по городу, ездили в том числе по торговым точкам и по местам массового скопления граждан, и смотрели, насколько дисциплинированы наши жители. Николай Есенцов с нами на связи, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Николай Юрьевич, добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Я вас попрошу немножечко погромче говорить, если это возможно, не очень хорошо вас пока слышно. Да, скажите, пожалуйста, тот рейд, который состоялся на прошлой неделе, куда вы успели заехать, зайти? Ну, мероприятия у нас проводятся, те же, может так, чуть ли не ежедневно. В данных мероприятиях мы посещаем места скопления большого количества людей, такие как торговые центры, ЖД, автовокзалы. Ну, и мероприятия у нас, прежде всего, направлены на представление населению подобной информации о новой коронавирусной инфекции, ну и, соответственно, о симптомах заболеваний, мер профилактики с использованием средств массовой информации. Ага. То есть, вот этот выезд был штатный, то есть, это такое регулярное мероприятие, которое вы проводите? Да, все верно. А как давно вы их проводите, Николай Юрьевич? То есть, там был какой-то перерыв или вот с начала каких-то мер? У нас, да, был перерыв летом, так как ситуация была более стабильной, но в связи с началом учебного года у нас появились новые, как можно сказать, группы людей, которые непосредственно находятся, ну, как вы понимаете, в контакте, такие как группы в детских садах, школах. И, соответственно, наши мероприятия продолжились вот с сентября, с начала сентября этого года. Так, все-таки на прошлой неделе, ну вот, судя по отчетам, да, тех, которые я видела в СМИ, вы побывали на автовокзале, я так понимаю, да? Да. На железнодорожном вокзале были? Были. Ну и как вот там в процентном соотношении или, может, по пальцам можно пересчитать тех, кто в масках? Да, вы совершенно правильно сказали, по пальцам можно пересчитать. Наши граждане, как не соблюдали масочный режим, так и сейчас не соблюдают. И я правильно понимаю, что нет, ну, жесткого запрета, например, на вход в здание вокзала того или иного без маски? Ну, администрациями, как вокзала, как и торговых центров мероприятия все проведены, вывешены обозначения, ну, предупреждения о ношении масок. Но, как мы видим, что данные мероприятия... В общем, не работает эта история. Да, не работают, да. Так. То есть не соблюдаются нашими гражданами. И что с этим делать? Ну, то есть вот прошло у нас полгода практически с момента начала всей этой истории с коронавирусом. Уже понятно, что там первые две-три недели, может быть, люди опасались, ходили в масках. Сейчас все расслабились, тем более лето было, действительно был спад, да, заболевание. И как-то там народ рассредоточился, кто-то в отпуска, кто-то на даче, сейчас все в город вернулись, дети в школу пошли. И по-прежнему люди там не надевают маски. Вот я понимаю, что в отношении сотрудников, там, да, организации, про которые вы говорите, есть там инструменты воздействия, что называется, административные протоколы составляются, и штрафы, возможно, какие-то выписываются. А в отношении обычных-то граждан как-то пересмотрена вот эта политика? В отношении обычных граждан тоже у нас предусмотрена административная ответственность. Данным занимается у нас полиция. И как бы наша-то больше сейчас работа направлена на гигиеническое воспитание населения, а не на... Цели у нас нет сейчас штрафовать граждан. То есть, ну, вы сами понимаете, если у нас единичные случаи соблюдения данных мероприятий, то надо начинать в первую очередь с воспитания гигиенического граждан. А что под этим подразумевается? Кроме того, что во всех релизах, которые СМИ рассылают, там есть переписочка... Разъясняем правила ношения масок, применение дезинфицирующих средств, необходимости соблюдения социальной дистанции, доведение до организованных коллективов взрослых и детей правил организации деятельности в период подъема заболеваемости. А можно как-то, не знаю, там попугать граждан, потому что у нас там статистика, ну, почти красивая. А вот, кстати говоря, да, не кажется ли вам, что вот эта история с тем, что перестали публиковать, ну, все полные, так скажем, цифры, да, по количеству вот этих положительных тестов, то есть сейчас же публикуется статистика только по тем, кто с симптомами, как я понимаю, да, заболевшие. То есть бессимптомные в эту статистику не входят. Не кажется ли вам, что это вот как раз, ну, несколько граждан расслабило? Если бы у нас там 200-300 человек каждый день публиковалась бы статистика заболевших, новых случаев выявленных, может, люди бы себя осторожнее вели? Ну да, это тоже немаловажно. Мне кажется, статистику, да, надо бы нам как-то подкорректировать. Для, как раз для, можно сказать, чтобы население у нас поняло, с чем мы сталкиваемся. В воспитательных целях. Да, 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 да. В воспитательных целях. Да, Николай Юрьевич, еще скажите, пожалуйста, вот какой вопрос. Я не знаю, знакомились вы, не знакомились с текстом того письма, которое Минэкономразвитие, наше Кировское, разослало, как я понимаю, по торговым организациям. Письмо от 23 сентября, то есть от прошлой недели, от середины, да. И там один из, ну, как бы завершающих абзацев, так скажем, звучит следующим образом. Просим вас усилить работу по информированию покупателей о необходимости соблюдения масочного режима и об ответственности за нарушение такого режима. И напоминают, значит, что в случае несогласия посетителей исполнять требования, представители организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе и вызвать представителей полиции для пресечения нарушения. Ну вот эта история, она действительно есть, право такое есть, но я не знаю, будет ли кто-то им пользоваться. Да, информация такая есть, но это также все на, можно сказать, на совести наших предпринимателей. То есть все также зависит от них. Конечно же, они не пойдут себе в убыток, и я думаю, ну вряд ли такая мера у нас приживется. Так получается, смотрите, какая история. То есть все работают, да, то есть вы ездите с проверками, полиция выписывает, оформляет протоколы, да, предприятия торговли закупают маски для сотрудников, а, ну, по сути, как бы, итог-то какой? Вот получается, что никто не прислушивается ни к чему. Ну, это все зависит вот от нашего воспитания населения гигиенического. То есть население у нас ничего не боится. Население не боится, то есть мы бесстрашны. Вот страх нужен, нужна статистика, нормальная, правдивая. Вот смотрите, да, я открываю на Яндексе статистику по коронавирусу в Кировской области. Если там смотреть смертность, то у нас в августе прям, ну, период, наверное, 2-3 недели, когда 1-2 человека каждый день умирает. И мы еще не знаем, там, какой возраст, если бы мы знали, что там, не знаю, есть случаи среди молодых людей, мне кажется, уже сразу бы многие задумывались о том, что надо бы что-то предпринимать. Ну вот, да. Я, честно говоря, не понимаю, как в других-то регионах тогда с этим справились? То есть там бизнес более ответственный? Или вот это какая-то, ну, общая такая позиция, что... Ну, в Москве, понятно, в Москве штрафы выписывали, да, жестко там себя вели, поэтому люди соблюдают масочный режим, поэтому в магазины заходят в масках. А в других-то регионах как с этим справляются? Ну, вот в первую очередь, как я и говорил, это ответственность более граждан и предпринимателей. Гражданам и предпринимателям. Спасибо большое. Само население у нас, как бы, ну, не мотивировано, так сказать. А как замотивировать? Вот данными мероприятиями и мотивируем. Понятно. То есть только воспитательная, получается, работа, вот пока возможна? Сейчас да. Сейчас да. Спасибо. Николай Сенцов, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области, был с нами на связи. Ну, что? Я могу сказать, что в сравнении с мартом, с апрелем, когда мы делали первые эфиры по масочному режиму в Кировской области, ощущение такое, что ничего не изменилось. Может быть, даже стало хуже. Ну, вот я говорю, это вот всё о фоне каком-то вот этом вот, который... Информационный фон. Информационный, да. Ну, я не знаю, вот гигиеническое воспитание, что это? Мы выросли, мы всю жизнь жили там при каких-то одних условиях, и вот так вот взять и взять, в привычку всем ввести, там, лишний раз мыть руки. Да нет, наверное, все это делают. А вот маски, перчатки? Ну, тут ещё проблема в том, что, конечно, многие граждане просто не верят там в эффективность масок, уж тем более перчаток, да. Не очень понятно, зачем вообще перчатки надевать, потому что ты этими же перчатками, условно говоря, можешь потрогать лицо, а потом также точно этими перчатками пойдёшь брать хлеб на прилавке, да, хоть и в пакетах, но всё равно ты все эти пакеты переберёшь. Или мытыми руками ты это трогаешь. Маски защищают там, да, это уже неоднократно говорилось, защищают от тебя там, всех остальных, то есть, а тут, получается, даже страх не работает заболеть, потому что ты же не защищаешься сам в этот момент. То, что за больными коронавирусом приезжает реанимация или скорая по вечерам, чтобы никто не видел вот этих вот людей в космической упаковке. И действительно, ну, мы ничего не боимся тогда, получается. Вот солнышко золотое, осень, все здоровые. Ну, на самом деле, тут ведь есть вот ещё какой фактор. Тут есть огромное количество людей, которые на своих предприятиях, например, большое значение, там, большое внимание уделяют этим мерам безопасности, да, а потом они заходят, например, в ближайший магазин и видят, что все там эти вот траты и усилия, которые они предпринимают в отношении соблюдения режима, они, ну, получается, бесполезны. А вот смотри, кстати, у нас ведь весь офис ходит в масках, под угрозой там даже неких санкций. И когда к нам приходят гости в студию, все удивляются. У вас что, тут масочный режим? То есть, ну, действительно, там... У нас масочный режим, да, совершенно верно. Геннадий Коновалов с нами на связи, директор по управлению персоналом и безопасности завода «Левси», председатель комитета по промышленности законодательного собрания Кировской области. Геннадий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Геннадий Валерьевич, попросили вас выйти с нами на связь, потому что на прошлой неделе на заседании ЗАГС Собрания вы озвучили вот как раз то, о чем я говорила, да. Есть организации, которые у себя очень строго организовали вот эти все противоэпидемические мероприятия. Их сотрудники выходят потом в город, что называется, да, в обычный мир. И видят, что в обычном мире-то как бы никто особо не заморачивается насчет масочного режима. Ну, получается так, да. Да, вы обращались, я так понимаю, что не только там от имени завода «Левси», но вообще в целом от промышленных предприятий озвучивали эту проблему. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что это проблема? Ну, почему я считаю, что это проблема? Во-первых, я считаю, что недопустимо существование двойных стандартов. Одни люди должны работать, соблюдать все требования противовирусных мероприятий. Вот, соблюдая свои права и обязанности перед своими деловыми партнерами, мы с марта месяца добросовестно трудимся и соблюдаем все требования Роспотребнадзора и оперативного штаба Кировской области. Вот, работники завода с пониманием относятся к этим проблемам не только завода «Левси», но и других крупных промышленных предприятий. Но, в то же время, работники предприятия обращаются ко мне, в частности, как заместители оперативного штаба завода «Левси». Почему так? Стандарт на заводе «Левси» жестко, а завод выходит. Никаких, оказывается, болезней нет, ничего нет. Понимаете? В то же время, заболеваемость у нас в области растет. Сегодня люди, которые приезжают на промышленные предприятия из других регионов, они говорят, ребят, мы к вам едем выполнять свои договорные обязательства, но у вас красная зона, она нас беспокоит, мы не хотим заболеть. Это первое. Второе. Мы работаем сегодня, я знаю о том, что проблемы есть, не понаслышке. Мы работаем с медицинскими учреждениями, они нам много помогают, за что им спасибо в осуществлении противовирусных различных мероприятий. И прививки против гриппа делаем, и проверяем наших специалистов, тестируем оперативно. То есть, большая работа проводится совместно с медиками. Я понимаю, как им тяжело сегодня. Поэтому я хотел бы обратиться и к руководителям оперативного штаба области, я говорил об этом в ЗАГС-собрании, к губернатору в частности. Надо наводить порядок в торговой сети, надо наводить порядок в общественных транспорте, надо наводить порядок там, где проводятся общественные мероприятия. Почему? Одни требования. Мы отчитываемся перед Минпромтором, перед правительством области меньше, с Роспотребнадзором постоянно взаимодействуют. А кто-то, значит, спокойно к этим вещам относится. Нет маски, ну и бог с ним. Почему Леруа Марлен, значит, я там не часто бываю, но я знаю точно, что там при входе жесткий порядок. Там маска, температура, и внутри требуют, чтобы ходили в масках. А в иные магазины, сетевые, магнит, там, значит, маски, там свободно ходить. И заходишь в маски, и люди говорят, что на нас смотрят, как на космонавтов. Геннадий Валерьевич, а скажите, вот что нужно сделать... Это непорядок. Да, да, вот как нужно навести порядок, что нужно сделать с руководителями магазинов или с гражданами? Я считаю, что вообще-то должна быть ответственность каждого человека за то, с кем ты общаешься. И мне тоже хочется, как и другим заводчанам, значит, общаться больше с своими членами семьи, со своими друзьями и так далее. Ну, люди есть старшего возраста, надо о них подумать и беречь их. Когда люди сегодня поступают в больницу, с 70% поражения легких, они где-то же заразились. Значит, семье что-то не ладно. Что надо сделать? Надо просто вводить определенные жесткие требования тем, кто нарушает это. Почему Москва это сегодня делает? Почему это делают крупные промышленные центры, города? Новгород, я имею в виду Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Если в Красноярске, я знаю, на моей родине, заболевших за сутки, допустим, бывает 100 человек, где население в регионе 2,5 миллиона, по-моему. И в Кировской области всего 1,5 миллиона, где-то, что они добирают. И заболевших у нас сегодня 70. Медиков тут винить. Кто-то начинает считать, что им платят деньги. Да, я говорю, это бесстыдство полное. Люди спасают жизни, работают сутками. К медикам претензий нет. И кто-то еще берется их судить. Нет, к медикам претензий нет. Вопрос в следующем. Я говорю, что надо и к ним тоже уважительно относиться. Конечно. Если мы соблюдаем меры противокарантинной, извините за вооружение, за ошибку, то, естественно, медиков будет меньше работы. По крайней мере, она будет четкая, плановая. Тут вопрос-то вот в чем. То есть все, что мы пока делаем и все, что мы говорим, это исключительно на уровне призывов какой-то ответственности и сознательности. Я говорю, что оперативный штаб должен принимать жесткие меры к сетевикам, магазинам, которые сегодня дано право торговать. Они ведь никто не закрывали. Ну, так надо с них спросить за эти вещи. Ну, не обслуживайте Коновалова, если он пришел в магазин без маски. Вы элементарно просто. И все. Вас не обслужат. Вас не пустят. То есть я правильно понимаю, что просто должно быть принято решение, ну, в том числе, если мы говорим там о продуктовых магазинах, просто должно быть принято решение, что там вот условно, с сегодняшнего дня ни в один магазин тебя без маски не пустят. Пришел без маски, все, до свидания. Ну, может быть так. Почему у нас такие требования работают, и у меня на завод никого у нас на завод не пускает без маски? Температурный режим 100% мерят людей. Ведется большая разъяснительная работа. Это уже, ну, неотступное правило. То есть это жестко работает. И что позволяет сегодня нам стабильно выполнять свои обязательства. А если вы этого делать не будете, если не будете требовать с людей маски, вот, что? В этом случае нет денег в бюджет. Геннадий Валерьевич, еще раз. Нет, покупные промышленные предприятия это делают. Благодаря тому, что жестко работает режим не только масочный. Температурный, масочный, разъяснительный, ну и так далее. Тестирование, все это делается. Но ведь это... Надо выполнять эти требования. Ну, то есть это не только потому, что это воля руководства, но и потому, что, наверное, есть спрос с вас. Это вы имеете в виду, да, со стороны штаба? Есть просто осознание того, если мы этого делать не будем, мы завтра остановимся просто вот и здесь. Но мы об этом... Нам никто никаких форс-мажоров не принимает. Нам никаких преференций за это не дается. Это, ребята, ваша ответственность. То есть ответственность руководителей и работников крупных промышленных предприятий. Энергетики сюда же относятся. Это крупные энергетические предприятия, компания. У них тоже жесткий режим. Они работают, они обеспечивают теплом, электроэнергии нас с вами. Понимаете? Есть мера ответственности, она должна быть. Но должен за эту ответственность испортить. Я не говорю, что нам надо ордена за это давать. Спасибо большое. Спасибо. Геннадий Коновалов был с нами на связи. Директор по управлению персоналом и безопасности. Это эмоционально, но на самом деле порой это накипает, потому что люди к тебе приходят и говорят, а что вы с нас спрашиваете, а у нас вот как там. Вот и все. Да, у нас в соседнем магазине все без масок. Да, спасибо. Спасибо, до свидания. Мы, я думаю, что сейчас, наверное, уйдем на перерыв, на рекламу на полторы минуты. После этого вернемся, продолжим еще с несколькими нашими гостями. Программа «Дневной разворот» продолжается. И мы продолжаем говорить о соблюдении и несоблюдении масочного режима на территории Кировской области. Вот все опять упирается в призывы какие-то к сознательности. Я понимаю, что очень обидно крупным предприятиям. И я, кстати, понимаю их-то мотивацию. Если на предприятии кто-то заболеет и всех отправят на карантин, то все, работа встанет. Дальше-то куда? А вот если бы условный гастроном знал, что он тоже завтра встанет? Ну ведь он... Или условный торговый центр. Важный, у него там еда, да. Он не встанет. И он не встанет, поэтому можно что угодно делать. Понятно. Алексей Вершинин с нами на связи, собственник торгового и офисного центра «Баска». Алексей Александрович, добрый день. Добрый день. Да, немножко запуталось. Все-таки «Баска» это торговый центр или офисный центр? Теперь это бизнес-центр. Бизнес-центр «Баска». Все, спасибо большое. Мы поправочку сделаем. Алексей Александрович, знаю, что «Баска» в числе тех организаций, которые подписывали меморандум, ну не очень давно его Вятская торгово-промышленная палата предлагала подписать сотрудникам бизнес-центров, офисных центров и торговых центров, насколько я помню, да, о том, что на вашей территории соблюдаются меры предосторожности. А это до сих пор соблюдается, да? Ну да, конечно. В период ограничения, начиная с конца марта, понятно, что все торговые центры были закрыты и все с нетерпением ждали, когда же они откроются. И одним из условий открытия торговых площадей было соблюдение обязательных мероприятий. Это и масочные режимы, это и антисептики, это и соблюдение социальной дистанции, ну и множество других мероприятий. Поэтому, конечно, люди с удовольствием открывали свои торговые площади, да, и сейчас до сих пор выполняют эти условия. Да, скажите, пожалуйста, а как у вас это все организовано? То есть, ну, если в отношении сотрудников организации, которые арендуют там площади, да, можно понять, да, они все в масках, то как со стороны там покупателей или посетителей, вот как эта работа строится? То есть, на входе людей не пускают, предупреждают о том, что вот там за углом аптека ближайшая, купите, пожалуйста, маску и только потом приходите. Отказываются обслуживать уже в момент там совершения покупки? Вы знаете, если в начале было достаточно строго, и понятно, что объявление, где написано, что в помещении торгового центра соблюдается масочный режим, просим вас одеть маски, или даже были объявления, что люди без масок не обслуживаются, и в начале это было строго, то люди, видимо, от этой строгости немного устали. Сегодня, да, я все чаще вижу, что сами посетители или покупатели торгового центра часто очень бывают без масок. Это вот такая особенность. А это усталость или чувство безопасности, как вы считаете? Ну, скорее всего, это и другое, это и усталость от длительного напряженного, скажем, режима, который не свойственен в обычной жизни, носить маску, это и неудобно. Вот, и все-таки, наверное, там такое отсутствие чувства опасности. Хотя, конечно, продавцы предупреждают, берят, оденьте маску, соблюдайте дистанцию, но это не всегда соблюдается. А, к слову, в Москве, например, там, в торговых центрах строго на входе выдают маски и требуют эту маску надеть, потому что без маски просто тебя не обслужат, не сможешь совершить никакой покупки. Вот так. В каждом регионе, видимо, по-разному, но в Москве это достаточно строго. Но в Москве, мы помним, и штрафы тоже были в отношении граждан, которые в метро заходили без маски, например, да, и в магазины, я насколько помню. Ну, да, это так. Ну, сейчас это еще не работает уже. В любом случае, мы профилактические разговоры проводим. Я знаю, что у нас в продавцах все говорят нам, пожалуйста, наденьте маску, если вы не думаете о своей безопасности, подумайте о безопасности окружающих, соседей, покупателей и так далее. Но насколько строго соблюдается этот режим, это уже вопрос личной безопасности самого покупателя в данном случае. А я правильно понимаю, что вот до момента, когда, например, не будут приняты, ну, там, жесткие такие вот решения насчет штрафов или еще чего-то, какой-то ответственности в отношении обычных граждан, все остальное это, ну, история такая. Вот она то работает, то не работает. То есть нет возможности в наших, там, например, торговых предприятиях, если мы говорим об обычных продуктовых магазинах, поставить на входе человека, выдать ему пачку масок, и чтобы он раздавал это всем посетителям. Ну, вот это же накладно, мне кажется. Это не настолько накладно, но, скорее всего, работать не будет как раз вот без каких-то жестких мер и жестких санкций в отношении тех людей, которые ходят без маски. Я согласен с вами, даже если маски раздавать на входе, она просто окажется в кармане, а не на лице. Или на подбородке. Пока не будет каких-то санкций. Ну, да, совершенно верно. Алексей Александрович, как вы думаете, вот на кого нужно воздействовать, на граждан или все-таки на руководителей, ну, а на организации, которые, в которые они приходят, вот тут у нас промышленники, ну, негодуют из-за двойных стандартов. Они молодцы, они все соблюдают, а соседи, там, магазин или еще кто-то вообще живут расслабленно все время. Им обидно. Да, им обидно. А кто должен за эту обиду ответить? Наказывать и магазин соседний, или надо работать вот, ну, с людьми со всеми подряд? Знаете, на мой взгляд, все-таки нужно работать с людьми. Магазин может соблюдать все условия, но человек, не пустить человека они не могут. Вот, ну, вот пока не будет каких-то жестких санкций. Я слышал, что в Москве сегодня сотрудники магазина, продавцы вправе вызвать сотрудника полиции, если посетитель ходит без маски, например, понятно, что действует какое-то, там, административное наказание. У нас такого нет, поэтому заставить человека невозможно. Важно самим соблюдать все требования, которые вот разработаны в условиях пандемии. Не работает это у нас. Если поначалу, я помню, в апреле месяце, например, невозможно было попасть в магазин федеральной сети, пока ты будешь без маски, да, то потом, понятно, что если нет никаких санкций, то, в общем-то, это свободно. Все эти ограничения нивелировались, и сегодня вот у нас уже по продовольственным магазинам все ходят, в общем-то, достаточно свободно, и масок практически никто не надевает. Да, если бы только по магазинам, то есть мы ощущение такое, что встречаем и в аптеках этих людей без масок, очень редкое количество там людей именно в маске идет. И Роспотребнадзор нам говорил, что единицы фактически на автовокзале, на железнодорожном вокзале в маске, а там-то вообще люди же находятся, которые, ну, путешествуют, что называется, да, они могут ехать из одного региона. Перевозят. Да, перевозчики, так называемые, да, возможные вирусы. Не, в общем-то, я недавно был в аэропорту, там летал в отпуске, я могу сказать, как это работает в тех странах, там доступ туристов, который разрешен, там все очень жестко, особенно в отелях, все очень жестко даже в аэропорту. В аэропорту не только на входе тебя заставляют надеть маску, но еще и в течение всего времени пребывания там десятки человек ходят и контролируют, и просят, там они уже по-русски выучили слова, там, на нос, там, надеть на нос, потому что у всех маски на подбородках у русских. Ну, не знаю, может быть, это отсутствие опасности, или люди не видят опасности, а там, на самом деле, ситуация достаточно напряженная. А это именно по-русски пришлось им выучить, потому что представители других стран. Да, очень хорошо выучили русский, по крайней мере, вот такие слова, там, на нос, спрошу вас на нос. Понятно. Отлично. Ну, слушайте, на самом деле, конечно, ничего смешного в этом нет, ситуация, ну, правда, ситуация какая-то... Да мы не победимы, зачем какие-то маски, ну, что вы? Не знаю. Ну, вот, с одной стороны, вроде бы, я говорю, разные есть мнения по поводу того, помогает маска, не помогает. С другой стороны, вот, у меня мама говорит, я захожу в автобус, надеваю маску, сажусь в этой маске, еду, говорит, одна в этой маске во всем салоне, все остальные без масок. А вот зачем на других оглядываться? Ты вот... Ну, ты в маске, ты в маске, ты от себя, там, защищаешь всех остальных, но, к сожалению, пока действительно это вопрос только личной сознательности. Спасибо большое. Алексей Вершинин был с нами на связи, собственник бизнес-центра БАСКО. Алексей Александрович, до свидания. Попробуем еще успеть набрать как раз представителей транспортной отрасли. В чей адрес больше всего, чаще всего, претензий, но после магазинов. По общественному транспорту, да, но там ведь точно такая же история. То есть, если еще в магазине ты можешь человеку сказать, сходи, пожалуйста, купи маску и только потом приходи. Исплатно мы тебе положили, да. То в транспорте-то что делать? То есть, человек стоит на остановке, на остановке нет никакого киоска и никакого автомата по продаже масок, не стоит там, естественно. Вот. И ему даже взять-то ее некуда, если у него... Неоткуда, если у него нет ее с собой. Он либо вот где-то ищет, бегает аптеку, либо заходит без маски. Я тут несколько раз попадала в битком набитые автобусы, которые идут в новоядском, естественно, направлении. Все без масок, только дети, школьники, которые вроде бы там, если и болеют, то в качестве переносчика. А взрослые все чувствуют себя в безопасности. Сейчас спросим, так ли это. Денис Парло, генеральный директор АТП автотранспортного предприятия. Денис, добрый день. Добрый день. Денис, скажите, пожалуйста, изменилась ли ситуация в сравнении с весной, с летом этого года, когда мы вот только начинали говорить о соблюдении масочного режима? Что с пассажирами? Больше, меньше в масках? Ну, здесь, к сожалению, тенденция поменялась. Если с самого начала, когда мы начали следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, пассажиры, ну, мягко говоря, процентов 10 было в масок, остальные были без масок, но кондуктора из принципа отказывались их носить. То сейчас, ну, могу, скажем так, немножечко похвастаться, мы, наверное, там, единственное в городе предприятие, которое на 99,9% соблюдает масочный режим среди кондукторов. У нас мы несколько систем мотивации разработали, усилили контроль на линии, но, тем не менее, мы понимаем, что наличие маски у кондуктора и дезинфекция нужной салона автобусов, она все равно распространение коронавирусной инфекции там затормаживает, но не исключает полностью, потому что пассажиры перестали в масках вообще ходить. Я, тем не менее, помимо того, что у нас три бригады в день работают на выявление недобросовестности кондукторов-водителей, я практически ежедневно выезжаю на линию, проверяю автобусы, троллейбусы и вижу, что из всего салона автобусов, дай бог, один пассажир находится в маске. Поэтому ситуация ухудшилась среди пассажиров, но улучшилась среди работников нашего предприятия. Понятно. А вы что-то с этими пассажирами можете сделать? Вот лично хотя бы? Мы ничего не можем. Более того, мы не имеем права ни притрагиваться к ним, ни высаживать их. У нас нет на это полномочий. Это могут сделать сотрудники полиции либо Роспотребнадзора. Что же сейчас происходит? Роспотребнадзор нас проверяет в случае каких-то нарушений. В первое время были нарушения. Я лично был оштрафован на 25 тысяч рублей за то, что у кондуктора маска была на подбородке. То есть кондуктор показал, что у меня вот четыре маски. Мне выдали. Генеральный директор закупил, мне их выдали. Но я вот ношу их на подбородке. Мне выписывают 25 тысяч штраф. Соответственно, я вроде бы как со своей стороны все сделал для того, чтобы оснастить всех кондукторов масками в нужном количестве. Но, тем не менее, я виноват. Да, это простимулировало меня еще усерднее взяться за этот вопрос. И мне сейчас не стыдно сказать, что мы, наверное, единственные, кто соблюдает этот масочный режим в том объеме, в котором необходимо. Что касается пассажиров, нет, мы не можем их выгнать. Более того, представьте, в час пик мы останавливаем автобус, потому что пассажир без маски. Я вам скажу, что до коронавируса мы потеряли 220 миллионов рублей. Нам помогли в достаточно скромных объемах. Я поняла. Нет ресурсов, нет возможностей и нет законных оснований для того, чтобы с пассажирами как-то работать. Здесь последний вопрос. Штрафовать или уговаривать? Одно из двух. Имеется в виду граждан, да. Штрафовать или уговаривать? Нет, смотрите, мы же уговариваем. Более того, у нас в каждом автобусе, троллейбусе висит информация, что нужно соблюдать дистанцию. Нет, нет, Денис, Денис, очень коротко. То есть вы считаете, надо ужесточать ответственность для граждан, для пассажиров, чтобы носили маски или нет? Я считаю, что надо, надо. Надо. Спасибо большое, Денис Порлок, генеральный директор АТП. По крайней мере, нам будет не обидно, что мы их носим, а они нет. Да, да, спасибо, спасибо. Первый час разворот на этом завершается. Вернемся через 20 минут. Вернемся через 20 минут.